Здравствуйте, добрый день! Мы с вами продолжаем изучать книгу Роби Шимшина Довина Пинкуса «Врата молитвы». И сегодня мы продолжаем врата, которую начали в прошлый раз, которая называется «Рина». «Рина» можно перевести так же, как и «радость», так же, как и «песня». То есть вместе можно понять, что это песня, которая вырывается из сердца от радости. Есть двоякое значение. Мы продолжаем тему прошлого урока. Итак, пишет Раф Пинкус. Раф Пинкус пишет тут удивительную вещь. Точно так же, как человек получает благословение и удачу, когда он просит, когда он уповает, когда он вымаливает, когда он старается пробудить милосердие Всевышнего своими просьбами, своим плачем, своей молитвой, и тем самым так он получает благословение, получает ответ. Точно так же он его может получить, когда он благодарит Всевышнего. И в том самом аспекте, где человек благодарит Всевышнего, в том самом аспекте еще больше он получает благословение. То есть, человек говорит, просит у Всевышнего спусти дождь, и здесь дождь. И если есть ветер, и да, ветер, и Всевышний дает ветер. Хотя, хотя, это то, что приводит здесь Раф Пинкус. И он пишет так. То есть, благословение, благодарность Всевышнему, и пошли ветер, и пошли дождь, это в самом начале молитвы. Мы говорили в прошлый раз, что первые три благословения в молитве Шимонайсера, 18 благословений, первые три благословения — это благодарность Всевышнему. И только потом идут просьбы. Ну, как же пошел дождь, когда только человек начал благодарить Всевышнему? И именно этот самый момент тут и описывается, что сама по себе благодарность уже приносит человеку благословение и удачу. И тут Раппинку спишет удивительную вещь. Написано так. Тут приводится такой момент. Когда Мушер Абейну спросил у Всевышнего, какое твое имя? И Всевышний ему ответил, я буду тот, кто я буду. Так это обычно переводит. Я тот, кто есть, я буду тот, кто буду. Но есть особенная глубина, ее приводит на Фишахаим. Кешем шата увейм имми, кахани увеймха, говорит Всевышний Человеку. Как ты со мной, так я с тобой. И так говорит об этом царь Давид. Мау ашем цельха. Есть такой стих в книге Тейлим. Ашем цельха лья дыменеха. Всевышний твоя цель. Можем это понять не в смысле как тень, хотя это перевод от слова цель, а в смысле как отражение. Ма цельха и мата мисахеклю. У мисахекляха так же, как твое отражение. Если ты улыбаешься, оно тебе улыбается. Если ты плачешь, оно плачет. Если ты показываешь ему разгневанное лицо, такое получаешь отражение. Или ты благосклонное лицо, то же самое в ответ. Точно так же, Всевышний говорит, как ты ко мне относишься, так я точно отношусь к тебе. И что имеется в виду? Точно так же, как человек старается приблизиться к Всевышнему и выполнить то, что невозложено не только сухо, но и с чувством. Точно так же, Всевышний тоже приближается к нему и делает все, чтобы помочь. И точно так же, в отношении песни Всевышнему. Если человек смотрит снизу земли на небо, и его взгляд, он полон песни, он полон богословения. Так Всевышний смотрит на него сверху и по ним, в смысле благосклонным взглядом. И то, о чем он поет Всевышнему и благословляет его, благодарит ему. Например, он благодарит его или прославляет его, что Всевышний он дарует исцеление больным. Достаточно того, что человек понимает это и обращается с этим благословением ко Всевышнему, с этой благодарностью ко Всевышнему. Так открывается ему врата исцеления. Исцеление и это Машпиалав. И он находится под все полное исцеление, под этими вратами. И приводит Равпинку с такой стих, как написано. Хорошо уповать на Всевышнего, чем быть уверенным в человеке. Что значит быть уверенным? Человек может быть уверенным в том, в чем он получил какое-то доказательство, что он понял, что в этом деле, в этом человеке может быть уверен. У него есть опыт, у него есть доказательство, что можно быть уверенным в этом. А что такое упование? Или человек, можно это еще перейти, как рассчитывает. Человек предполагает, он рассчитывает. Это в том, где у человека нет никакого обещания. У него нет доказательства того, что именно эта вещь, она ему точно поможет. Например, как человек, человек пришел, и он на тень, он подошел и встал в тень. Да, ему было жарко, он встал в тень. Человек стоит в тени, и дерево дает ему тени, прохладу, не потому, что человек, он уверен в дереве. Не уверен, он вообще не особенно размышляет, скажем даже, по этому поводу. Это просто реальность дерева такова, что тот, кто стоит под ним, если у него раскидываются листва, то там есть тень, человек в тени. И вот, что каждый человек, который поднимает, он находится в тени, в тени, в тени, в тени, в тени, в тени. из прохлады или он спасается от дождя. И точно так же у Всевышнего. В свете ликов Всевышнего. Точно так же, как свет. Он освещает всю Богу, потому что такова его реальность, таковы его свойства, его творения. Человек, который стоит на освещенном месте, он стоит напротив света, он так или иначе будет освещен, он получит этот свет. Точно так же, человек, который находится в тени, в тени, в сине Всевышнего естественным образом будет спасен, будет ему послан благословение. Потому что такова реальность добра Всевышнего. Что само по себе только понимая осознание, осознание того, что его доброта и благословение, благоволение, милость безгранична и безкрайна. Только это осознавание этого. И человек находится в тени, в тени и приближается ко Всевышнему. Таким образом, по природе вещей, и Юлю Коля Брахотову и Шауткуа, у него уже по природе вещей, будут все благословения и все удачи. Тут есть стихи из книги Тейлим. Твое милосердие и твоя истина всегда будут со мной. Очень часто в книгах Танаха эти два понятия, они соседствуют. Хесед и емед, благословение и правда, и истина. Что хесед, благословение, это то, что получается Всевышнего как дар, как подарок. А что такое емед? Это просто человек получает это по природе вещей, не как дар. А по природе вещей, так же, как он стоит напротив света. Он получает этот цвет по природе вещей, не то, что он дар получает этот цвет. Такова реальность, таково свойство освещения. Что можно таким образом сказать, что реальность света Лика Всевышнего такова, что он шофея. Отдаривает безгранично всех, кто не любится рядом с ним. Благословение и Торы, и любви, и милосердия, и всего, всех-всех благ. В немца ште мидот хен беаж гаха, мидата хесед и мидата эмед. Эти два понятия, они рядом, и таким образом Всевышний влияет на мир, милосердие и правду, и истины. И вернемся к молитве. И примем. Что-то о чем человек, который говорит, что человек может быть пол SECON в 10-15 лет, он подчинял его, так что человек состоит, и благодать все в исшн輪е. И приближается к нему. Как он написал на рамбом, в книге мурины на пути, что он будет подчинять в интернете, потому что он говорит о том, что он должен быть полетен, и по рамбом, он должен был быть полетен. Благословять и славить, и петь Всевышнему, это само по себе быть реально рядом с Ним и близко к Нему. И тем самым, приближаясь к Нему, он становится вблизи Всевышнему, а близость Всевышнему, она такова, что тот, кто вблизи к Нему, он получает благословение, получает благоволение, получает милость. Ухти в Иха. Равпинкус начинает, это тоже находится в этом шар, тоже в этом же вратах, но немножко отдельный разговор сейчас пойдет. Написано в книге Иха. Куми ренебалайля лироша ашмрочив, и кемам небех, нохах пнеашим. Встань ночью, да, так обращается пророк Ирмияу к еврейскому народу, это речь идет о днях разрушения храма, о днях осады, когда были страшные бедствия в Иерусалиме, и голод, и страдания были, отчаяния были ужасными. Куми встань, да, обращается к жителям Иерусалима, как к единственному человеку. Встань ночью, лироша ашмурот, да, это такое время, когда еще только начинается, еще перед рассветом. И выплесни свое сердце, как воду, перед Всевышнего, и протяни к нему руки, прося о душах, о жизни твоих маленьких детей. Которые страдают от голода у городских стен. Тут, во-первых, он спрашивает вопрос, как такое может быть? Ведь известно, что рина, да, куми рини, встань, пой песню, да, ночью и так далее. Как это может быть? Ведь понятно, что рина, песня, это когда сердце человека приполняет радость и благословение, он просто переполненный чудом и удачей, и счастьем, и таким образом в него вырывается песня. А какое отношение песня имеет сюда, к ситуации, которая описывается здесь, в книге Иха, когда были разрушения, страдания, голод и отчаяние? О чем идет речь, как это связано? Как можно говорить о песне, когда речь идет о голодных детях, которые брошены на улицы, и даже у матерей уже не было сил их приводить домой, потому что дома все равно нечего было есть. Но о чем пишет Авпинкус? Именно рина, эта молитва, она особенная в тот момент, когда, казалось бы, неподходящий момент, когда есть голод и когда есть страшные бедствия. Когда кажется, что закрыты врата небес. И очень нужно, очень необходимо, страшно, жизненно важно, чтобы снова открылись врата милосердия. И нет у тебя ничего, чтобы могло открыть врата милосердия и благо, как песня и как благословение. Что сразу, когда он, человек, обращает благоволение, обращает улыбающееся, миролюбивое лицо по отношению свыше, так же Всевышний сразу, и Ашем Тилха, да, то, что мы говорили, что Всевышний — это отражение, он относится к человеку по принципу Ашем Тилха, да, так как ты к нему, так и он к тебе, он отражение твое, и тоже обращает к нему смеющееся лицо. И тогда человеку открывается врата благословения, врата спасения. Известно правило, да, известно это важное правило, что Божественное присутствие находится только когда. Мы можем сказать, если человек спросить, когда находится Божественное присутствие, в каких условиях человеческого состояния человек может быть благословен тем, что с ним находится Божественное присутствие. Однако, насколько это может прозвучать удивительно, но когда есть радость, где есть радость, там есть Божественное присутствие. Там, где есть радость, там есть божественное присутствие. Там, где есть божественное присутствие, понятно, что там уже есть и благословение, и там есть благо. И то же самое наоборот. В месте, где есть бедность и есть грусть, там обитает ангел бедности. И Рафпинкус приводит в подтверждение цитату из Талмуда из проектата Псахим. Вазгулацу махизу, кашера дам бы царавы шарей шамам низгурина. И тут страшный совет Рафпинкус говорит, страшный, в смысле страшный по своей силе. Совет. Когда человек находится в беде, и он чувствует, что шарей, брахас, гурим лефанам, брата, благословение, как бы все закрыто, безвыходная ситуация, куда ни посмотри, все вообще нет, нет никакого просвета. Чтобы он сделал усилие задуматься о том хорошем, что Всевышний сделал ему. Вообще, в принципе, по отношению ко всему миру, чтобы человек задумался, вообще, в принципе, по отношению ко всему миру, насколько Всевышний благословен к нему. И тоже так прилично к нему. Нет человека, так приводят цитаты из Масилат Ишарим. Взять любого человека, неважно в какой ситуации, в каких условиях. Любой человек в любых условиях. Или бедный, или богатый, или здоровый, или больной. Нет такого человека в любой ситуации, в любой состоянии, в любых условиях, где он не был, что не было бы с ним чудес, не было бы с ним благословения Всевышнего. Потому что если он богат, если он здоров, он уже должен благодарить Всевышнему, то, что у него есть богатство, то, что у него есть здоровье. Бедняк обязан благодарить его. Потому что даже в его ситуации, что у него нет денег, все равно Всевышний каким-то образом в последний момент вдруг что-то такое раз происходит, и как-то вроде держится. Да, Всевышний каким-то чудесным образом так поворачивает обстоятельства, что у него указано, что у него есть, что есть. В конце концов, в итоге у него есть чем питаться. И больной. Альшимахзико бы ковид хольё, ума кута, вей, нену манихоля, рада чахара, больной, что несмотря на его тяжелое состояние, все-таки Всевышний держит его и не дает ему умереть. И так, по этому правилу все, любая категория. Человек должен задуматься об этом много, пока он действительно не почувствует, что он может петь. Вы сомнение пишите, что в Финкусе есть ситуации или слове, когда тяжело прийти к такому сцену, человек начинает петь, и когда он находится в беде. Альшима «Аваль». Как у Ацатони флашили рамяу, но таков совет пророка рамяу. Шиму лолима туфим брав, что если маленькие дети объяты голодом, Ирунен, Бехешхат Алана, встань и пой в темноте ночи. И тогда ночь вдруг осветится, темнота осветится светом. Есть усноска, приводит ее Рафинкус. Катавли, Аравагон, Рафперец, Маймон. Его написал Рафинкус, написал Рафперец, который жил в Негеве. Это Ишу в Негеве, на большое поселение Негеве, недалеко от того города, где жил Рафпинкус. Машекенцарихли смоагамбе царада, что известно, что нужно радоваться даже в момент горя. Это пишет Рафперец, Маймон. Как каралану паамбе хуль? Так у нас произошло однажды в загранице, речь идет о Марокко. Бацарат кшамим бацарат, когда была ужасная засуха. И мудрецы постановили, чтобы весь народ молился. Но не было дождя. И тогда они знают, что делать. Нет дождя, это значит нет фруктов, нет пирот, нет пшеницы, нет злаков, нет ничего. Это значит, о чем будут дети есть. Это речь шла о тех временах, когда нет поставок из-за границы, нет урожая, нет еды. И что они сделали? Они и постились, и просили, и умоляли, и все равно нет дождя. Что тогда они сделали? Газру, асу, и йом, мечте, висимха, они тогда сделали пир. И радость, и песни, и пир, и ели, и пели, и благословляли, и благодарили Всевышнего. И тогда он послал им дождь. Как написано в книге Телим, Как написано в Телим, Праведники возрадуются и будут ликовать перед Всевышним, и будут радоваться. Тут идет повторение различных аспектов радости, которые будут испытывать праведники. Зато, мэр, это значит, Праведники тоже будут радоваться и тоже ликовать перед тем, как они получили ответ Всевышнего на свою просьбу. Пока они еще в беде находятся, в азе, после того, после того, как они получили, они будут радоваться и ликовать. Это значит, они получат то, что они просили, посредством радости. На этом кончается письмо Рав Переца Маймона, и мы возвращаем непосредственно к книге Рава Пинкуса. И еще. Любая вещь, которую человек получает, в тот же самый момент открываются ему врата. Это очень имеет важное практическое значение. Что на любую вещь и любое благословение, которое человек получает, сразу благодарить и благословять Всевышнего. Что посредством этого останутся врата раскрытыми. Те врата, которые раскрылись ему в тот момент, они останутся раскрытыми. И по поводу той самой вещи, которую человек получил в тот момент, или он начал получать, чтобы эта самая вещь, или это самое что-то хорошее, что поступило в жизнь человека, чтобы оно продолжилось. И тоже для того, чтобы еще больше благословений у него в жизни увеличилось. Но если он не благословяет и не благодарит Всевышнего сразу же, это то вазу, он может потерять то, что он получил. Если у него будут закрыты ворота. И важно очень знать это правило. Шарши не втах врата, которые раскрыты намного проще держать их раскрытыми, чем раскрыт после того, как они уже закрылись. Теперь слушай, брат мой. Всевышний обращается к читателю, как будто читатель это его брат. То есть делится чем-то таким с откровенным. Послушай, брат мой, брат. Нет у тебя ничего, что приносило бы благословение, спасение в твою жизнь, как радость и полнота сердца. Когда у человека хорошо на сердце, хорошо у него на душе. И нет у тебя ничего, что приносило бы горе и плохое в жизни человека, как уныние и как грусть. Я хорошо на пасу к Йову. Так, как его цитату из книги Йова. То, что я, говорит Йов, то, что я, то, чего я боялся. Оно настигло меня. И то, чего я опасался и страшился, оно пришло ко мне. А когда у человека происходит какая-то неприятность, что-то он потерял, что-то он упустил, и он расстраивается, человек расстраивается, он становится грустным. А если человек может потерять, продолжать потерять из-за того, что он теперь расстроен, он больше, не соизмеримо больше, чем то, что он потерял, уже из-за этого он грустный. Человек что-то упустил, потерял, он расстроился. А влияние этого расстройства на его дальнейшую жизнь, оно еще больше может быть, чем то, что он уже потерял. А в месте, где есть радость, радость сердца, есть свет, есть хедва, тоже такое чувство радости и удовольствие. Шам, шура, браха. Там находится браха от благословения и удачи. Убилкут Йошуа, мизрах шемиш адмиво, мэлэль шем ашим. И Финкус приводит цитату так описывается солнце. Солнце встает, и как только оно начинает, человек, да, освещает этот мир, каким образом? Тем, что оно благословяет Всевышний его свет, это благословение. Любое творение в этом мире есть у него своя духовная основа, есть у него ангел, который над ним, да, так же, как у каждого человека, есть у ангела, так же и у любой вещи, которая есть в этом мире, и у любой категории вещей, которая в мире, также есть ангел у солнца. Сказал Юшуа солнцу, солнце остановись. Или что кольш, нет, солнце остановись, но на самом деле, так мы переводим обычно, да, солнце остановись, но на самом деле, правильный перевод солнце молчи, дом это значит молчание. Или кольш ашу мэлэху мэкалэлэс, да, ка дожмаруху, кольш ашу мэкалэс, ешлю кох на лэх, да, что ангел солнца, он все время благословяет Всевышнего, так же, как все ангелы постоянно поют ему песню. И когда он должно было остановиться, просто нужно было сказать ангелу, молчи, и тогда, когда ангел молчит, так же и существо, оно тоже останавливается, у него нет никакой деятельности, нет жизнедеятельности. А домэм у мэд, если он молчит, он стоит. Веках амар ло ёшуа, до, да, как мус казал, ёшуа, за молчи, молчи. Он моварды, колькухо шальш ашэмэш, у бэмэш шумэр шара, вэм шутэк мэлэм шумэр шара, мэйя ломэнт. Это точно так же ангелы, которые в небе, и любая живая душа, которая на земле. Шиколькию мам ура, калэдэй шарот, вэтиш бэхо чумэр, что любая жизнедеятельность, любого живого существа, это только от той силы, которую ангел этого существа, он поет песню Всевышнему. Виколи хадли фейсодми цьютов, каждый по природе своего творения. У бэзэми дабкин бэмээян хаим, орпны мэлех ашэм, да, этим самым они черпают из вечного источника, вечного источника благословения Всевышнего. У бэмидраш, перке шрамэ вар, да, написано в бэмидраш, перке шрам. Дэширамэ йохэдэш лаколь бирьяли феймэ цьюта. У каждого живого существа есть особенная песня по природе его творения. Кмошэ эйн бирьямэ бирьёта улам домале хаверта битхунатэ ватсурта ватива. Точно так же, как нет ни одного живого существа в любой точке мира, которая была бы похожа на другое существо, даже той же самой категории. Да, по каким-то признакам всегда каждое существо немножко отличается. Кахэйнно домэ шират кола бирьяля хаверта. Так и не похоже. Песнь каждого живого существа песни другого живого существа. Да, шира и шорэш хаютамэ цвета. Потому что песнь это корень животворящий силы этого существа. Куфи шинуе тива ватсурот. Как мишта на шира. И по природе, точно так же, по природе того, как по природе вещей того, как меняется природа и строение и этого живого существа, так же точно меняется и отличается от друга друга они по своей песне. И даже то, что касается людей. У каждой группы людей есть что-то свое и у каждого человека есть что-то свое, особенно своя песня у его души, потому что нет ни одного человека, который был бы похож на другого и нет ни одной души, которая была бы похожа на другого. Так же и песня, которая могла бы прозвучать из души этого человека, она не похожа ни на одну и не будет никогда такой песни во всем мире. Да, потому что у каждого живого существа песня по его природе и по его корню его души отсюда и песня у него своя собственная. Точно так же по поводу благословения и славы, которую говорится Всевышнему. «Киванши дакам, да выкадам, ионек мемкор хаим» Тем, что человек славит Всевышнего. Таким образом, он приближается к нему и он получает благословение, получает, и он не как тенок, как маленький младенец, когда он приближается к маме, так он тем самым получает от нее и тепло, и все, что ему надо, тем, что он близок к ней. «Киванши дакам гаду льутер, как цариху ларих, льутер батиш баху». «Чем человек выше, больше, чем он тем, тем самым он должен больше благословять Всевышнего, если он чувствует, что он получил в каком-то отношении больше, то он обязательно должен благословять больше». Для того, чтобы дать силу своей душе и быть рядом со Всевышним. «Вамру хазаль аль-Давида мэлях Аллах ва шалом Шаяу сэ кола ла ла бачаробич дабо чбатиш бахот» И сказали нашим друце предцаря Давида, который был всю ночь занят тем, что пел песни и славил Всевышнего, пока он не написал книгу Таилим. «Ачехебера цифр Таилима нефла». Чудесную книгу Таилим «Шебо калаль броха кодеш коль минеш рот измирот витеш бахот аша болам». Так что посредством пророческого духа царь Давид в своей книге написал все стихи и все песни, которые могли бы сказать люди, исходя из корня своей души во всем мире. «Ве ешли шрута ла луше ехудле коль не враим кулам». И этих песней, о которых писал царь Давид, у них есть что-то, что связано с любым человеком, с любым живым существом в этом мире. «Кмоша кату бнишмат коль хай». Так как написано в молитве «Обязанность любого творения перед Всевышним благословлять его и благодарить и славить». «Обязанность» и «Обязанность» «Обязанность» и «Обязанность» казалось бы такая вещь. Петь, да, благодарность это что-то такое, что спонтанно вырывается из сердца, что-то человек чувствует «Вау, как здорово! Ему хочется благодарить, ему хочется петь, ему хочется». Да, а тут Равпенкус говорит «Это здорово, если это хочется, но на самом деле есть такая обязанность». Обязанность. Почему обязанность? Ну, обязанность человека. Петь и благословлять Всевышнего. Это точно такая же обязанность, как любая обязанность, которая есть по Торе. Это основа, на которой стоит также и Тора. Асэ, и какая это основа, что это за правило? Асэ, это иметь, есть правда. Правда, в смысле, реальность такова, и ты должен это делать, эту правду, эту истину, потому что такова реальность. Асэ, это иметь, не пнеши иметь. Укмошу, сим, ано, это митсво. Точно так же, как мы делаем, выполняем заповеди. Не потому что мы, не только потому что от этого мы получаем громадную выгоду, для души, для благословения, для всего человека, то, что Всевышний помогает, но просто по природе вещей, потому что такова правда, потому что такова истинность, потому что так Всевышний создал это мир, что человек должен выполнять волю Всевышнего. шанахну неврабеводов, моего творения, мы его, мы должны ему служить. мы ему принадлежим, полностью ему принадлежим, в моего творениях. во-первых, во-первых, мы ему принадлежим, потому что он нас отворил, во-вторых, потому что он вывел нас из Египта, льет льот льот льва уводим, и что обадим на артию, мы обязаны выполнять то, что он хочет, то, что он от нас требует. вы, лохэнь, хайвиману, дхолям, и цивот, ши цивану Оле, кей эвитам, и шо бад Ляду, шикахи, а и метам, выгодно это, точно так же, как раб. Он обязан делать то, что его господин ему говорит, потому что такова природа, потому что это условие, точно так же мы его, мы созданы, и мы должны делать то, что он нам велит. И точно по этому же принципу мы обязаны его благословлять и славить за все, что мы получаем от него. Не то, что да, мы так расчувствовались, и мы хотим его поблагодарить. Нет, это просто обязанность получили. Нужно благодарить, нужно его славить. Что все равно в любом случае Нарав Пинкос переводит снова цитату из благословения утренних шабатников Даже если бы наши уста были полны песни, как полна песни песнь моря, мы все равно не смогли до конца выразить то, что мы должны были бы ему выразить в любом случае. даже миллионную часть того, что мы должны были на самом деле его благодарить и это наше обязанность. Потому что нам это стоит делать, нам это выгодно. Потому что такова правда жизни. Пусть то, как он Всевышний открыл нам, что это его желание, нужно это делать. Ирофей Пинкос говорил про радость. До этого говорил про радость. Какая необыкновенная сила и свет приносит человеку в жизни это качество. И теперь речь пойдет о противоположном качестве души человека, именно о грусти и о унынии. Ацвут. Медам и гуна и. И грусть это очень тяжелое и отрицательное качество. Выколи хадью деу маргиш зот. И каждый знает и чувствует это по себе. от камы кошель избольше и шмешу отцовывать. Да, когда очень тяжело когда есть и когда человек сам чувствует что ему тяжело ему грустно и даже когда он в обществе человека которому грустно насколько тяжело это выкин что бы макумод хашувим кугун лифнем мэлях выходом что мы кпедим о дальках написано что в таких местах где есть элита где есть царственные особы там очень стараются чтобы была атмосфера приподнята такая не грустная не тяжелая Кмоши Дехтиб Бен Хэми как написано у пророка у Нехэми сказал сказал царь почему у тебя расстроенный вид как будто ты болен но ведь ты не болен но у тебя плохо на сердце тебе тяжело на сердце то есть царь он обратил внимание что что у него расстроенный вид у него грустно и это он посчитал это большим недостатком когда человек в таком состоянии душевном находится рядом с царем он его высказал замечание что в дворцах царей в дворцах знати всегда есть песня всегда есть радость это написано в книге кольбу по поводу того что благословение и радость там где находится всевышний почему есть радость на небесах потому что каждый день сотворяются творим новые ангелы какова природа радости почему человек или любое существо вдруг испытывает радость когда он видит что-то новое что-то что ему нравится вдруг оно новое оно появилось человек естественным образом испытывает радость это самое свойство чешской душе но учитан в законе что-то не видел своего близкого друга достаточно продолжительное время или новый плод который появился в этом сезоне его не было весь год но начался новый сезон появился новый плод человек который вдруг увидел друга с которым долго не видел сезон плод который он рад снова увидеть снова его попробовать он говорит благословение шейхиану потому почему потому что есть радость на сердце но любая вещь так сотворен человек даже что он встречает это много раз даже что ему это нравится приятно но он изучает это постоянно уже он не испытывает такой радости он привык но несмотря на это все-таки есть в этом мире вещи что они настолько глубокие настолько они колоссальные что несмотря на то что человек встречает их много и часто тем не менее каждый раз он увидит в этом что-то новое и тем более вещь которая она есть вне вечность безграничная вечность бескрайная бескрайняя бескрайне рэй адра бэхоль йоми ябэй навкэ хадаш витар это вещь которой нет у него границы она колоссальная когда он встречается с такой вещью он каждый раз будет испытывать радость и будет испытывать волнение любая вещь которая если человек каждый раз встречает ее если у этой вещи есть глубина есть у нее огромное содержание что человек встречается с ней с каким-то явлением с предметами с какой-то деятельностью несмотря на то что он уже встретил но эта глубина эта вещь позволяет увидеть ее каждый раз в каком-то новом аспекте под каким-то новым углом человек открывает в этом каждый раз что-то новое так так потому что он начинает это часто он каждый раз будет видеть ему будет приятно встретить это тем более человек который встречается с царем 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 этого мира всевышний благословен он и он удостоен тем что находиться перед ним хорэши царем да то цих хали йод бхоль йом ва йом йо бэй нэка хадашим да и хотелось бы чтобы это было бы здорово и так это ожидается с человеком что когда он встречается со Всевышним он должен был испытывать радость потому что есть что-то без границ без конца и человек он каждый раз другой человек встречает со Всевышним каждый раз это по-другому и он должен испытывать поэтому радость и тогда он будет молиться свою молитву как будто он никогда в жизни не молился потому что не было такого дня еще в жизни человека и не было такого состояния в котором он находится в этот день и молитва которая будет молиться не было такой молитвы никогда это что-то новое что пришло в этот мир еще не было этого и отсюда идет и радость У каждой молитвы самой по себе есть у нее свой вкус и свое удовольствие, что-то другое, чего-то еще никогда не было, чего-то уже никогда не будет. И человек своей молитвой что-то исправляет в высших мирах, что-то такое колоссальное, что мы не можем отсюда земли рассмотреть, но что-то, что он никогда не касался этого раньше и, может быть, никогда уже больше этого тоже не коснется. И ни одна молитва не похожа на другую молитву даже этого самого человека. Как приводит в книге на Фишхайм, и это его, и так он пишет, что с момента, когда наши мудрецы установили порядок и установили форму молитвы, с того момента, и до того, как придет Маше в скором времени в наши дни, лёгая не было и никогда не будет, никакой молитвы, которая бы своим деталям была бы похожа на какую-либо молитву, которая была до нее и будет похожа на молитву, которая будет после нее. Никогда. Так же, точно так же, как молитва не похожа, такие дни совершенно разные, никакой день из дней в жизни человека не похож на другой день его жизни. В веках Амру и Рапутене Зухрой Гагатак сказали нам нашему децему ватлу и ухалитко, да? И человек, который пропустил молитву, он не только ее пропустил, он упустил заповедь, он просто, это молитва, которая могла бы быть у него в этот день, ее уже никогда не будет. И я помню, был такой случай с самим Раф Пинкусом, когда он ехал по дороге домой, он жил на юге Израиля, это город, город, который находится в пустыне, и он видел, что солнце спускается уже, и он не сможет успеть помолиться молитвой Минха, и он, конечно, старался всегда все свои молитвы, молиться в Миньяне, молиться в синагоге, и так всегда лучше молиться в синагоге, чем молиться в одиночку, тем менее солнце опускалось, и он остановил машину в бензоколонке, и он вышел, это был последний минут, когда можно было еще помолиться, и он молился эту молитву там, в стойбе на колонке в одиночестве. И потом, когда он вернулся, я не помню, это был кто-то из его друзей, или, может быть, это была его жена, которые спросили его, думали, что он будет расстроен, потому что, естественно, обязанность молиться в Миньяне, тут у него не получилось, он рассчитывал, что он прибудет дома до конца, до захода солнца, и что-то его задержало, или были пробки на дороге, я не знаю, и он не смог вовремя приехать, и он думал, что он будет расстроен, однако он не был расстроен. И он объяснил это, потому что у каждой молитвы, которой человек молится в этой жизни, он что-то исправляет, что-то исправляет в своей жизни, исправляет в высших мирах, или он исправляет в этом месте, и значит, он должен был эту молитву Минха, и в этот день своей жизни, молиться именно в этом месте, и что-то исправить в этом месте, где он находился. Так Всевышний его принял туда, где он молится, каждая молитва, каждый день у него своя задача, что-то, какая-то деталь, которая отличает этот день, эту молитву, от тех, что предшествовало и тем, что последует. Сама по себе возможность находиться рядом со Всевышним и разговаривать с Ним, да, есть у этого самообновление, да, мы скажем, что есть радость. Чего радость? Потому что есть что-то новое, воин, что-то новое, приятное, человек сразу его сердце ликует, и когда человек встречается со Всевышним, есть в этом что-то новое, что никогда еще не было. Мехамат энсофютов, почему может быть ничего новое? В общем, вещь, которая есть строгие границы, которая есть, и у нее четко обусловлены все условия, все ее качества, все ее аспекты, мы это знаем. Ничего не может быть нового, потому что мы изучили уже этот предмет со всех сторон. Нет ничего нового. Но чем больше вещь, чем она глуже, чем она необозрима, чем она колоссальна, тем самым каждый из нового. А если Всевышний, у него нет границы, нет, нет у него никаких, у нас нет никаких даже возможностей каким-то образом оценить, что он и кто он, так и сам что-то, естественно, происходит новое каждый день. Как написано, Всевышний говорит через пророка Ермияу, «Мои дети оставили меня, Макор Маим Хаим, источник жизни, оставили меня, они оставили источник жизни». Когда человек находится перед Всевышним, он тем самым приближается к источнику жизни, и самому-самому источнику жизни, откуда и все, и жизнь этого мира. А в источнике всегда есть новое, да, мы смотрим, если родники, мы смотрим, всегда есть что-то новое, что-то новое, чего еще не было секунду назад. И понимание этого, но тем более, обязывает человека молиться, стараться молиться в радости. И тут Рафинкус приводит такой момент, который, может быть, тяжело услышать, но, наверное, все-таки стоит это отметить, несмотря на то, что это сложно. Когда человек, ему, он молится, но ему грустно, и на все я вешала, да, как бы у него сухо, на душе у него сухо, не чувствует никакого, ничего. Это признак того, что нет ничего в молитве, или в том, что он находится рядом с Ивышем, нет ничего, что могло бы его порадовать. Нет в этом ничего, что ему может нравиться, и что-то, что может его усладить, что-то, что может его дать ему, дать ему какое-то чувство. Нет в этом ничего. Тем самым, в своей грусти, он показывает Всевышнему, что находиться с ним рядом нет. Хас, Вашелом, да, не дай бог, нет для человека никакого удовольствия, никакой радости нет у него для этого. Когда человек даст себе время подумать, обдумать это, да, он поймет, что все-таки он должен дать себе какой-то щель, что-то такое дать себе, чтобы у него хоть отголосок радости возник в сердце. И он точно должен знать, да, человек, который старается, даже что ему грустно, и сухо у него на душе, ничего ему не надо, не хочется ему уныния, и ему владела. Да, но он старается каким-то образом, чтобы он точно знал, что он в своей жизни приносит, вносит в свою жизнь очень многое. Он приобретает вещи вечной значимости. И это само по себе, что он достоин того, чтобы находиться в присутствии Всевышнего. Зои Симха — это само по себе радость, у которой нет границ. Виштадель бэзэмэудлахни, Симха бэлэйбо ва шрейхэлкуй. Тем самым пусть постарается нести радость в свое сердце, и тогда счастлив он в своей доле. Если позвольте, я приведу сейчас и еще то, что Раф Пинкус написал в другой своей книге. Кажется, книги, посвященные Пуриму, но я точно не помню, что он написал. Почему мы говорим, когда мы выполняем заповеди, если есть заповеди, в которых есть благословение, мы говорим о Шерке Чанова, Митсвата, Витсивану, Витсивану что-то, Всевышний, который благословил нас своими заповедями и заповедовал нам что-то делать, или умывать руки, или зажигать свечи, или зажигать свечи ханаки, да, мы говорим, он благословил нас своими заповедями. Так пишет Раф Пинкус, но ведь если задуматься, это странно, он благословил нас своими заповедями, его заповедями он нас благословил, или нашими, ведь заповеди с того момента, как он их дал нам, они наши заповеди, не его. Мы не благословены его заповеди, это наши заповеди. Почему же так мы говорим? Почему так поставим нашу мудрецы говорить? Благословил нас Его заповедями. Ответ у этого такой пишет Рафпинкус, что в результате все-таки это заповеди, это Его. Что мы стараемся их делать, но заповеди это Его, это не наши. Если человеку трудно что-то сделать, но он старается, он должен был, по идее, в идеальном случае выполнить это на 100. Но его настроение, в результате его жизни не позволяет ему до конца, в полной мере, в полной форме, как бы это ожидалось от него выполнить. Он может, приложив усилия, выполнить это только на 1%, а не на 100. Но он постарался, но получилось только 1. Так он должен знать, что это не Его заповедь, это заповедь Всевышнего. Он сделал со своей стороны шаг навстречу Всевышнего, и он уже восполнит все 99, которые не в силах человека восполнить в этот момент, но в силах Всевышнего восполнить. Я хотела бы, с Вашего позволения, остановиться еще на этом моменте, который мы затронули, что у каждого творения в этом мире, у каждой души есть своя песня, своя мелодия, которая никогда не была и не будет в этом мире, потому что души этой точности не было никогда, и человека сотворенно с этой душой, со всеми условиями жизни, со всем тем, что он жил, и со всеми опытом не было никогда, не будет. Так же и мелодии в душе тоже никогда не было, не будет, если человек не дает своей душе возможности петь. Тем самым он, весь мир что-то теряет, не только он. И был однажды случай, и Шивактана, и Шива для мальчиков, они поехали в кемп, поехали в летние месяцы учиться в условиях более, как отпуск, поехали в небольшое поселение, в небольшую деревню, и там мальчики, они за ней играли в футбол и тоже ходили в бассейн, но кроме того, в основном они, конечно, учились, но это была немножко такая летняя учеба. И в этом месте была синагога, обычно она пустовала, потому что это такое маленькое поселение, маленькая деревня, и они там учились. Почти не было кроме них никого, но все-таки был один человек, который сидел перед раскрытой геморрой, и с того момента, с того дня, как появились там мальчики, он не спускал с них глаз. Арест идет о мальчиках-подростках, 15-16 лет, он не спускал с них глаз. И глава Ишива, который сопровождал мальчика, который с ним учился, он обратил на это внимание, что человек, уже не молодой человек, он смотрит на них, не спуская глаз. И через 2-3 дня он подошел к нему и поздоровался, и представился, и сказал, что я вижу, вы заинтересованы, вы наблюдаете за тем, как мальчики учатся. И тот человек ответил ему, да, дело в том, что я только недавно начал учиться, и он показал ему то издание, по которому он учил Талмуд, это было издание с переводом. И он сказал, что несмотря на перевод, да, у меня есть тут подстрочный перевод, для на это я продвигаюсь очень медленно, и за то время, которое я успею пройти одну строчку, ваши ученики проходят несколько страниц. И хотя, с одной стороны, это, конечно, внушает восхищение, радость, что мальчики такие способности, да, и темп их обучения, он, наверное, настолько быстрый, глубокий, он станет с таким чувством, с таким огнем, они учатся. Но одновременно, с другой стороны, это внушает мне отчаяние и уныние, потому что я понимаю, что по сравнению с ними моя учеба, она имеет жалкий вид. И глава Ишива очень был тронутый его словами, и очень сочувствовал ему, понимал, насколько тот расстроен, и думал, каким же образом ему ответить. Вот тогда он вспомнил, что, когда они приехали в этот посёлок, когда они были там, типа, гостиница, он зашёл в гостиницу в фойе, и там, пока они ждали ключей, пока оформляли своё прибытие, была газета, и там была статья. Он обратил внимание, был симфонический оркестр, фотографий симфонического оркестра, и была статья, посвящённая композитору Рассини, если я не ошибаюсь. Речь шла о том, что один из журналистов очень долгое время добивался получить у него интервью, но тот отказывался, потому что он уже был в очень прикладном возрасте, он был уже за 90 лет, и он сказал ему совершенно откровенно, что он знает, что не так долго ему осталось жить, он уже очень старый человек, и он не хочет терять своё время на пустые разговоры с журналистами. И тем не менее, тот журналист всё-таки пытался, и снова и снова звонил, и просил, и молял ему хотя бы несколько минут, ему было очень интересно и очень познавательно поговорить с великим композитором. Пока наконец уже настолько он столько раз просил, то тот согласился и сказал, что у него будет 5 минут, будет передавать в какой-то день, в ближайшие дни будет передавать трансляцию его концерта из Рима, он будет услышать эту трансляцию, и вот 5 минут до начала трансляции он может посвятить разговору с этим журналистом, если его это устраивает. Ну, конечно, журналисты это устраивало, 5 минут это лучше, чем ничего, это то, что он добился за многие недели или месяцы уговоров, и он, конечно, согласился. И в назначенный день, в назначенный час он приехал, и у него было 5 минут, они поговорили 5 минут, он дал ему вопрос, который он готовил, насчет его музыкального прошлого, его деятельности, его планов на будущее, или то, что он обычно задает в таких случаях. И прошло 5 минут, и после этого он сказал, я знаю, что я должен покинуть, мы договорились именно на это время, но если вы позволите, сейчас будет трансляция, я бы хотела только присутствовать, я больше не буду задавать никаких вопросов, пожалуйста, я только хочу присутствовать во время трансляции, после этого я сразу иду, обещаю вам не сказать больше ни слова. И композитор согласился, и они сидели, стали передавать трансляцию, и он обратил внимание, журналист, как композитор, старый композитор сидел, и ловил каждый звук, который шел из радиоприемника, и он проследил за выражением его лица, было очень интересно наблюдать за старым человеком, который ловит каждую ноту, и он так живо воспринимает четко то, что там происходит. И он обратил внимание, журналист, что время от времени, начиная с какого-то момента, композитор был очень удручен, разозленным, делал такое движение, как будто досада, остро такой досады. Это повторялось несколько раз, и было очень явно в форме. И наконец трансляция подошла к концу, журналист, как они договаривали, должен был покинуть дом, но он держался и спросил, я хочу задать только один вопрос, я знаю, что я не имею права, мы договаривались, я знаю, что нет, 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 только на новое слово я должен уйти, но только один вопрос, пожалуйста, я умоляю, один вопрос я хочу задать, и я уйду, если нет, то нет, но я очень прошу задать один вопрос. Он думал, сказал, ну задавай уже. Он сказал, я видел, что в течение концерта вы несколько раз выражали такую ловокую досаду, что-то было не так, но я слушала, это был журналист, который тоже разбирается глубоко в музыке, иначе он не стал брать на себя такую миссию, брать интервью у старого композитора, но я не заметил ничего, что помешало бы, это было великолепное исполнение, это виртуозное, все было совершенно по нотам, все было потрясающе, я не увидела ничего, что могло бы так раздосадовать композитора. И тот ему сказал, в это музыкальное произведение, которое я написал, должно быть 15 скрипок. И я договорился с дирижерами, с организаторами концерта, что будет 15 скрипок, и они мне обещали, что будет 15 скрипок. Однако я слышу, что было только 14 скрипок, не 15. И журналист сказал, ааа, ну да. Я про себя подумал, наверное, у него уже не все в порядке с головой. Ну, потому что какая разница, 14 скрипок или 15, и даже если это было 14, какая разница, вообще нет, это не было совершенно слышно. И они расстались, конечно, журналист поблагодарил за интервью, было потрясающе, было интересно, было так познавательно, необыкновенно, такое событие в жизни, которое останется в его сердце навсегда, и так далее, и тому подобное, и они расстались. И тем не менее, последние слова композитора, очень запали ему в душу, и он не смог так просто выбросить их с головы, и он добрался до организаторов концерта в Риме и спросил, все-таки ему интересно, что там произошло во время концерта, сколько было скрипок. и организатор концерта ему сказал, но не думал, что есть основания скрывать. Он сказал, да, на самом деле, это музыкальное произведение, написано для 15 скрипок, так мы и договаривались, и композитор просил, действительно, но в последний момент один из скрипачей заболел, и он не присутствовал и он присутствовал на концерте и его трансляции. И тогда он понял в журнале, что старый композитор, он знал, о чем он говорит. Если он написал партию до 15 скрипок, а было только 14, он заметил разницу. И это то, что сказала хорошая шива глава шива для мальчиков этому пожилому человеку, который был так разосадован и дручен тем, что он не может учиться, и его учеба, она имеет жалкий вид по сравнению с теми успехами, которые есть у остальных. Он сказал, ты думаешь, что то, что ты учишь, это не имеет никакого значения. Но если старый композитор, он обнаружил отсутствие одной скрипки из 15, даже тонкого ценителя музыканта не нашло. Но композитор, который написал партию до 15, он услышал отсутствие. Так ты думаешь, что Всевышний, который написал партию для каждой души, он не услышит твою партию? Если ты так отчаялся, не хочешь больше учиться, и мелодия твоей души не прозвучит, ты думаешь, он это не услышит? И они через какое-то время расстались, потому что Ешива вернулась в свой город. Но прошел год, и они вернулись снова в ту же гостиницу, в то же место, и в ту же синагогу. Они приехали туда через год и начали учиться. И глава Ешива, он искал этого человека, потому что видел, что его нет. И прошло несколько дней, думаю, может быть, что-то его задержало, но он придет, но тот человек так и не пришел. и тогда он выяснил, кто это, кто это, и где он жил, и он пришел к нему домой и сказал, что я ищу человека, который приходил в синагогу. Мы с ним встретились в прошлом году, и дверь ему открыл его сын, выслушал его, сказал, что папы больше нет. Носк добавил он до конца своих дней, и он вспоминал эту историю про пятнадцатую скрипку и говорил про то, что даже его учеба, мелодия души, она важна и она слышна для великого композитора, который написал его партию. Я желаю всем вам в полной мере понять и дать возможность своей душе написать и выразить ее мелодию. Никто ее никогда не заменит. Всего доброго.